Серж Линтеркей. Антидемон. Книга шестая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Эйсон Академия. Пара здоровых ног — прекрасный повод вернуться к моим планам по уничтожению самых опасных пособников демонов в будущей войне. Я убил уже троих. А еще одного мага убил по моему заказу ван без изъяна. Я навел справки. Заказанный ему барнет числился без вести пропавшим. Пошел охотиться на монстров три недели назад, да и не вернулся. Обычное дело с теми, кто занимается таким рискованным делом, как портальная охота. Никто не будет тревожиться. Теперь я наметил следующее. Мишени уже более серьезного уровня. Все трое были магами и входили в серьезные кланы. С ними действовать нужно предельно осторожно. В случае провала придется иметь дело с их разъяренными сокланами. Но сер в будущей войне переметнется на стороны демонов, и те поручат ему роль шпиона в нашей армии. Я и сам его неоднократно видел. Добродушный мужик, умел легко входить в доверие. Результатом станет гибель почти в полном составе нашей разведки, включая самого вана без изъяна и ее тогдашнего командира. Произошло это вскоре после активизации моего источника, из-за чего меня перевели в другое подразделение. Не случись этого перевода. Из-за этого предателя погиб бы тогда и я с нашими парнями и девушками из разведки. Сейчас ЛСР — член клана «Морской Бриз», входящего в полсотни самых значимых в стране. Клановое заклинание трансформировало обычное заклинание Бриза, широко используемое на парусниках, чтобы они могли быстро плыть во время штиля, в серьезное боевое заклинание, которое обрушило мощнейший ветер на противника. Одна из лучших вещей, чтобы разметать боевые ряды противника, прежде чем ворваться в них. В данный момент ЛСР — маг девятого разряда, правая рука старейшина клана. Портальной охотой не занимается, почти все время торчит в столице, занимаясь делами клана. Крадан был одним из ведущих военачальников у демонов, уверенно входил в пятерку самых результативных. Сейчас он член клана «Каменный град», который входит в десятки ведущих кланов страны, имеет девятый разряд, чем конкретно занимается в клане, шпики шрама выяснить не смогли. Причина понятна, кланы из десятки намного больше тратили денег на то, чтобы их тайны хорошо хранялись. Неплохо было уже то, что я знал его домашний адрес. Дисмер — гений в области военной логистики у высших демонов в грядущей войне. В нужное время, в нужном месте обеспечивал демонам в сражении с нами все необходимые припасы для демонической армии. Я не удивился, узнав, что сейчас он занимается схожей работой в клане из двадцатки у тех самых могучих, что так неровно дышат в мою сторону. Восьмой или девятый разряд. ЛСР, с моей точки зрения, был самым опасным из них. С эмоциональной точки зрения, я лично хотел бы его убить, ведь он станет причиной гибели многих из тех сослуживцев, кто мне на войне стал дороже кровных родственников. Но решил все же, что его тоже поручу исполнить ванно без изъяна. Будет определенная справедливость в том, что он убьет того, кто был повинен в будущем в его собственной смерти. Значит, чтобы не терять времени, краданом и десмером займусь я сам. Тем более, что мне очень желательно при возможности подольше пообщаться с их призраками. Первый из кланов, входящего в десятку. Любая информация о таком клане мне очень пригодится в будущем. К сожалению, именно кланы из десяток станут в начале войны главной опорой демонов. Там много могучих, богатых магов, купивших себе дорогих демонических питомцев и попавших под их влияние. Но второй из клана, с которым я уже по полной программе враждую. Он должен знать много интересного, что позволит мне еще больше насолить могучим в будущем. Так что, уйдя из академии, я сразу же наведался к хорму, посреднику ванно без изъяна. Разместить заказ на ЛСР. Все произошло штатно. Мое появление было встречено криминальным адвокатом с очень положительными эмоциями. Похоже, ванн щедро делится с ним платой от заказчиков. А уже после этого я направился к дому Крадана. Все, что я знал, это адрес. Дом был расположен в достаточно приличном районе, но не богатом. Пока что в силу молодого возраста и невысокого разряда, будущий пособник демонов не добился серьезных позиций в своем клане. Известно мне было и то, что прислуга, девушка, готовившая и убиравшая по дому, и мужчина среднего возраста, служивший как садовником, так и охранником, постоянно жили в доме, что осложняло мою миссию. Мак жил на втором этаже, прислуга на первом, но, как было отмечено моими осведомителями, девушка периодически оказывалась в постели хозяина. Так сказать, найм с дополнительными обязанностями. Решил вначале провести предварительную разведку, просто проскакав мимо дома, как чувствовал, что сразу ничего не получится. Все окна были ярко освещены, в доме сильно шумели, перед коновезью были привязаны семь лошадей. Однозначно у Мага сейчас вечеринка с гостями. Это не означало, что все мои планы на эту ночь разрушены. Напротив, это можно было счесть за удачу. Определенно сюда стоит вернуться под утро. После веселой вечеринки, когда гости разойдутся, все и хозяин и прислуга будут спать без задних ног, что облегчит мою задачу проникнуть в дом и убить предателя. Но сейчас мне тут делать было нечего. Ничего страшного. Наведаясь пока что ко второму будущему пособнику демонов. Дом Десмера находился в значительно более богатом районе. Мужчина уже доказал клану свой талант в области логистики. И, несмотря на низкий магический разряд, могучие его ценили и щедро вознаграждали. Магического барьера над домом не было. Все же не тот уровень. Но в этом квартале жили сплошь представители этого же клана, которые не хотели ютиться в клановом особняке. Поскольку я в нем уже был, то понимал, что места бы там на всех хватило. Но комната или две в клановом особняке не сравнятся с возможностью жить в трехэтажном доме с прислугой. Именно в таком доме Десмера жил, в районе, окруженном постами стражников. Это все, что было мне известно. Дальше постов наблюдатели шрама не пробрались. Как они раздобыли сам адрес, даже и не знаю. Скорее всего, подкупили кого-то, имеющего доступ к этой информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok